Друзья, выручайте союз. Все опять очень плохо. Весной мы полностью рассчитались со всеми задолженностями за все предыдущее время. Наверное, это не часто в нашей истории было, когда мы кроме текущих платежей никому ничего не были должны. И вот за лето вы опять несколько расслабились, а в осенние месяцы не подтянулись, так что опять накопились большие суммы к оплатам. Идет декабрь, заканчивается год, а наши долги приближаются к 30 миллионам рублей. 29 миллионов, 59 тысяч, 9 рублей и 78 копеек. Я всегда вспоминаю наш первый марафон 13 лет назад, когда за последнюю неделю декабря всего лишь одну неделю мы собрали 17 миллионов и рассчитались со всеми. Увы, спустя время все не так. Мы всегда говорим, что время постов – это самое благоприятное время для активизации всех дел милосердия. Сейчас идет рождественский пост, и одним из таких дел милосердия пусть станет для каждого из вас помощь телеканалу «Союз». И в эти очень душеполезные для каждого дни рождественского поста пусть Христос укрепляет всех нас в духовном делании и поможет хоть чуть-чуть, но стать ближе к Богу. Буквально совсем немного времени отделяет нас от наступления нового 2022 года. Месяц пролетит так, что оглянуться не успеем. И эти оставшиеся дни очень важны для нашего телеканала, потому что необходимо погасить вот эту многомиллионную задолженность перед операторами связи завещания в году 2021. Весь наш телеканал, как мы всегда напоминаем всем нашим союзникам, все наше вещание и со спутников, и в интернете, и в телефонах, во всех средах, где вы нас видите, оплачивается теми взносами, что делаете вы. А на сегодня за нами числятся некоторые платежи еще за лето. Поступления же от вас приходят очень скромные. Конечно, спасибо всем, кто нас поддерживает, но, друзья, снова и снова просим всех и каждого из наших союзников, всех и каждого, кто нас смотрит, подключиться к поддержке своего союза, к тех, кто этого еще не сделал, а кто сделал по возможности удвоить и утроить в декабре свою поддержку. Конечно, по возможности. Чтобы за оставшиеся дни этого года мы смогли чудесным образом, но рассчитаться с долгами перед операторами связи. Каждый рубль, буквально каждый рубль – это продолжение работы телеканала. Ну, а если бы кто-то из добрых и состоятельных людей, организаций, предприятий помог нам погасить все долги за 2021 год, напомню, что это 29 миллионов 59 тысяч 9 рублей 78 копеек, это вот на сегодняшний день, это было бы вообще замечательно. Будет ли жить союз и в 2022 году, зависит только от всех нас. 31 января исполнится, надеюсь, Бог даст, хочется в это верить, 17 лет со дня начала нашего вещания. И чтобы исполнилось, надо помогать каналу всем и всемирно. Пожалуйста, давайте встряхнемся, сбросим с себя духовное оцепенение. Дотянитесь, пожалуйста, до телефона или компьютера. Дойдите до отделения связи или Сбербанка. И внесите свою лепту в дело просвещения светом веры и себя самих, и своих ближних. Все способы поддержки союза в «Бегущей строке» на сайте телеканала и в «Православной газете». Пожалуйста, внесите свой посильный вклад в общее дело, в работу союза, и тогда мы будем жить и в году 2022. И спасибо вам за то, что мы пока все еще, несмотря ни на что, есть. Благословение Божие да пребывает на всех вас! Субтитры создавал DimaTorzok